привет всем с вами канал дубей гладио the small house и сегодня вам покажу наглядно результаты холодной сухой зимовки как рекомендуют многие интернет каналы и специалисты что гипиаструмы нужно хранить на зиму чуть ли не в холодильнике выкапывая из горшков так уж случилось что в этом году у меня в теплице вот такое вот ужасное состояние сторожила канала помню что у меня обычно начинает середина февраля до середины июня бурное цветение потому что всю зиму у меня здесь во-первых стоят отопители во вторых у меня периодически происходит хотя бы хотя бы раз месяц полив обычно у меня два раза в месяц зимой летом у меня чаще два раза в неделю ну не важно в этом году в эту в эту зиму меня получилось так что я не смогла следить за теплицей последний полив у меня был в середине октября первый полив в этом году начался в конце марта то есть я потихонечку вот как вы видите здесь уже более менее пришло все в себя я начала с этого угла и потихонечку начинаю чистить вот видно где я остановилась вот этот вот угол туда не дотянуться мне сегодня чистка вот того угла и вот дальше обработка всего все это выглядело вот так увявши полив полный полив прошел здесь вчера то есть все гипп на данный момент здесь политы им дал им дан старт но если пройдете в плейлист мои гиппиастромы вы увидите как обычно в середине апреля у меня здесь бывает все полное цветов как вы видите в этом году это катастрофа цветет собирается цвести один собирается цвести розали это по-моему амарантия если я не ошибаюсь бирки нету собирается цвести розали собирается цвести то есть это вот то что я поливала пару недель назад оно пошло в рост это у меня ребека 33 стрелочки еще одна стрелочка вот тут вот назревает где-то еще там тоже что-то где-то носик проклюнулся на его пока не видно так активно ну вот результат холодной сухой зимовки луковица как и любое растение данная имеет запас воды данными имеет запас питания но все это она расходует на время зимовки а вон там еще кто-то что-то еще тоже там стрелочку выпустила сейчас пройду но даже отсушивая листья возвращая всю влагу и питание луковицу все равно идет расход на испарение это yellow star и как вы видите очень много луковиц у меня погибло хотя нет это вроде живая думала она погибнет ту часть еще не заглядывала 4 горшка я уже вынесла там луковицы высохли полностью им не хватило внутренних ресурсов на такую холодную зимовку не говоря уже про цветение ну а остальное вот сами видите в таком состоянии здесь что-то пытается прорасти здесь тоже что-то там проклевывается что-то попадала что-то поскидывала корни скинула листья если помните осенью здесь был лес из листьев тут сейчас абсолютно все пусто я сняла все листья сухие и вот вот результат сухой зимовки без полива уверена что это светлили нет вроде живая так вот надо каждый луковицу щупать проверять живая она или нет здесь полив был неделю назад 1 этот по здесь в этой части полив произошел уже вчера только вчера добралась все же даже плюнула на чистку думаю сначала полю а потом уже буду чистить пусть даже повредятся какие-то листочки по крайней мере они луковицы будут сидеть крепко в земле теперь надо так вот обдирать все листочки снимать горшок обдирать листья ставить его обратно все такая вот процедура так что и этот опыт я тоже провела над своими растениями повторять не буду надеюсь и теперь только теплая зимовка только полив за исключением дней когда на улице морозы температура может упасть отопление может не справляться с нагрузкой извне все-таки это теплица и крыша здесь у меня не изолированная а андулин плохо загерметизированный вот примитивно так я буду это все еще сходить и чистить ну что ж удачного всем дня надеюсь это видео будет для вас полезно хорошо заботитесь о ваших растениях и не не допускайте сухие холодные зимовки там еще кто-то стрелочку пустил не видела с того угла это у нас кто dancing queen значит у меня раз два три 4 5 стрелок теплица в то время как обычно середине апреля половина луковиц которые находятся в теплице цветет то есть в тот сезон который им нужен напоминаю цветение у меня начинается теплица где-то середина февраля и заканчивается в конце июня и пик цветения это как раз апрель сами видите результат холодной сухой зимовки удачного всем дня пока